Довольно часто так бывает, что есть какая-то суперкрутая идея бизнеса, выглядит необычайно перспективно, прям завораживает. Но она не выстреливает, потому что предприниматель, который ее создал, просто совершает какие-то глупые ошибки. И эти ошибки стоят кучу денег и стоят в конечном итоге ему бизнеса. И вот пять, наверное, самых распространенных ошибок начинающих предпринимателей. Ошибка номер один. Это когда пришла в голову крутейшая идея, и открываешь бизнес, начинаешь бизнес без какого-то нормального тестирования продукта и без, соответственно, какого-то нормального расчета финансового. Абсолютно нормальная эффективная практика, это прежде чем ты свою идею несешь у массы и вливаешь у нее деньги, нужно сделать бизнес-тест идеи. Бизнес-тесты можно по-разному сделать. Можно просто ходить по знакомым и предлагать им эту услугу или этот товар и смотреть на то, кто действительно заплатит деньги. Никто тебя похлопает по плечу и скажет, Саня, да ты просто молодец. Идея огонь. Когда у тебя будет бизнес, обязательно станут твоим клиентом. Эти слова, они вообще ничего не стоят, по сути, потому что не факт, что он станет клиентом. Поэтому настоящий бизнес-тест, когда ты действительно продал услугу, то есть человек вытащил свой бумажник и готов тебе заплатить. Хороший бизнес-тест – это тогда, когда ты просто даешь рекламу этого товара или этой услуги с какой-то определенной ценой, с какими-то определенными условиями и смотришь на то, как эта реклама срабатывает. Это важный тест, потому что во многих видах бизнеса стоимость рекламы, лидогенерации, привлечения клиентов – это огромная составляющая в расходах. И поэтому она просто может, в конце концов, не сходиться. Идея продукта или товара хорошая, все классно, но только привлечение клиентов стоит настолько дорого, что нет никакого смысла этот бизнес сделать. Поэтому прежде чем палить из всех орудий, когда у тебя возникла гениальная идея, протестируй ее или одним способом, или другим способом. Убедись, что продукт, услуга действительно востребованы. И, кроме того, эти тесты тебе дадут гораздо более четкую картинку в отношении финансов и посчитай вообще на бумаге, хотя бы этот бизнес сходится или нет. Я уверен, что у многих из вас был такой опыт, когда вы совершали эту ошибку. Если так, ставьте лайк этому видео. И, кстати, напишите в комментариях, что это было, то есть в чем вы тогда ошиблись. Будет очень интересно и мне, и моим подписчикам почитать об этом. Вторая ошибка – это нерационально распоряжаться деньгами. В каком-то смысле это естественно. Ты начинаешь новый бизнес, у тебя еще нет опыта, нет глубокого понимания, и ты на самом деле не очень хорошо понимаешь, а что действительно важно, а что не важно для того, чтобы этот бизнес сделал. Я, например, прекрасно помню, как я создавал свое первое производство, я накупил кучу оборудования, и часть из него на самом деле была просто не нужна. Почему я сделал эту глупую ошибку? Ну, потому что я был просто теоретиком. Некоторые начинающие предприниматели, они поступают еще более дико. Кстати, прям на самом деле все чешется именно так поступить, когда открываешь свой первый бизнес. Это нужно создать атрибуты. Мне нужны визитные карточки, нам нужен обязательно брендинг, нам нужны крутые логотипы, нам нужен крутейший веб-сайт, нам нужен красивый офис, чтобы он шикарно, привлекательно выглядел. Потом только обнаруживаешь, что всем наплевать на самом деле на то, какой у тебя красивый веб-сайт, и всем абсолютно начихать на твой красивый офис, потому что клиенту туда вообще в принципе не приходит, а ты с ними работаешь либо по телефону, либо ты сам к ним приезжаешь, или что-то в этом роде. Причина, почему начинающий предприниматель совершает эту ошибку, та же самая. Он не понимает, что на самом деле жизненно важно для того, чтобы бизнес взлетел, а что является желательным, но совершенно необязательным атрибутом. Поэтому, когда ты только начинаешь бизнес, постарайся тратить деньги на то, чтобы получить клиентов, организовать первые продажи, сформировать побольше, вырастить базу клиентов, на то, чтобы предоставить классный товар или классную услугу, на то, чтобы установить какие-то деловые связи, которые тебе будут помогать потом развиваться, а не на всякую мишуру, которая второстепенна. Третья ошибка – это стараться работать как можно больше, но при этом не организовывать бизнес. Я это делал. Когда я со своими партнерами открыл свою первую компанию, мы делали все своими руками, начиная от ремонта в офисе, с паяльными лампами обдирали там старые оконные рамы, и заканчивая тем, чтобы по ночам по очереди дежурили, чтобы у нас не украли все наше оборудование из офиса, что-то в этом роде. Мы сами продавали, мы сами обслуживали и так далее. Нам не приходила в голову такая гениальная идея, что надо нанимать сотрудников, надо передавать им дела, передавать им полномочия, даже тогда, когда денег не особенно много. Нужно как-то разобраться во всем этом многообразии работ, которые ты делаешь, начиная свой бизнес. Нужно понять, какие есть функции. Нужно оценить, что из этого можно уже прямо сейчас передать наемным сотрудникам и делать это как можно быстрее. Сюрприз, парни! Вас повысили вы, теперь тут главные! А? Как вам? Почему? Да просто по той причине, что иначе ты завязнешь. Ты завязаешь в этой всей рутине. У тебя нет возможности, нет времени смотреть вперед, думать о развитии бизнеса, упускаешь возможности. Да, ты такой хороший, классный работяга, клиенты у тебя довольны, они все хотят с тобой работать, но только бизнес твой не растет, и ты застрял. Но если вы не хотите застрять в этом, то и не терять в конце концов время, ну и деньги в конечном итоге, на то, что у вас нет развития, нет сотрудников или они не организованы, ну что ж, тогда я вам рекомендую все-таки разобраться с тем, как их организовывать. И я подробно об этом расскажу на своем мастер-классе, как усилить команду и повысить эффективность бизнеса. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Четвертая ошибка. И я тоже ее совершал в своем первом бизнесе. У тебя мало денег, каждая копеечка на счету, мало времени, мало клиентов, всего мало, а цели большие. Ну и естественно денег мало, хочется экономить. Но тебе надо нанимать людей. Нанимать людей у тебя есть выбор. Найти того самого бриллиант сотрудника, прекрасного, толкового, каким-то образом с ним договориться, соблазнить, продать ему идею будущего заработка и так далее. В общем, повозиться. Ну и заплатить ему побольше. При этом забирая доход у себя из кармана и отдавая этому классному наемному сотруднику, который в конечном итоге может станет менеджером, руководителем и будет толкать твой бизнес. Либо за небольшие деньги нанять кого-то довольно посредственного, просто послушного, возможно, даже не очень трудолюбивого, но готового выполнять за небольшие деньги очень простую работу. И очень часто начинающие предприниматели сворачивают на этот вот второй путь. К чему он в конце концов приводит? Ну я думаю, что это очевидно. Если твоя бизнес-идея взлетела, ты начал зарабатывать, у тебя появилось много вот таких вот не очень талантливых, не очень мотивированных, не очень способных, не очень трудолюбивых людей, ты ими просто окружен. И потом в какой-то момент, когда тебе нужно дальше развиваться, ты смотришь на это и думаешь, как я сюда попал. Я никому из них не могу ничего толкового делегировать. Они выполняют какие-то отдельные функции, а все остальное все равно на моих плечах. Вот ты сюда попал очень просто, потому что ты сам, экономя, так сказать, стараясь заплатить поменьше, или просто руководствуясь идеей, что мы пока еще такая маленькая компания, мы никому не известны, поэтому мы не можем себе позволить хороших, талантливых сотрудников. Ты сам занизил планку, и в результате попадаешь вот в эту ловушку. Я в нее попадал, из нее очень больно и очень тяжело потом вылазить. Потому что, а еще вот эти вот сотрудники, они еще очень преданные зачастую. И потом, и вы все как одна семья, и ты не знаешь, что с ними делать. И давно уже пора их заменить на кого-то более толкового, но так как вы давно все вместе, и он там здесь с самого начала, и так далее. И в результате ты жертвуешь развитием своей компании. Поэтому совет здесь такой. Смотрите, нанимайте способных людей и с амбициями. Да, вам будет тяжелее их нанять, вам будет тяжелее с ними договориться. Вам нужно будет придумать какую-то идею, которую вы их удержите, и вы потеряете при этом в деньгах и в доходе. Но делайте это, потому что тогда ваш бизнес будет развиваться быстро. Ошибка номер пять. Моя любимая. Я просто сам был чемпионом по совершению этой ошибки. Это попытка изобрести велосипед. Черт побери, я не представляю, сколько велосипедов я изобрел за свою бизнес-карьеру. Я изобрел велосипед. Отличная работа. Самое печальное во всей этой истории, это когда, изобретя этот какой-то велосипед, какой-то особый подход, какой-то особый способ, потратив на это невероятное количество сил, времени, совершив какое-то неимоверное количество ошибок и расстроив много людей. Ты все-таки, сцепив зубы, заставляешь эту хрень работать. Потом проходит время, и ты понимаешь, елы-палы. На самом деле это довольно стандартный подход. Я мог этот подход стандартный взять у этого коуча, у этого тренера, скопировать вот в этой компании, прочитать в этой книжке, взять методику просто из бесплатных видео на ютубе или что-то в этом роде. Понимаете? Проблема здесь в следующем. Да, мы предприниматели, вот такие сухиные дети, очень изобретательные. Да, мы можем изобретать. И, возможно, мы изобретем самый гениальный велосипед. Но проблема в том, что обычно это занимает много времени, и это довольно рискованно, потому что не всегда удается, в конце концов, его изобрести. И со временем, с годами я понял такую вещь, что это просто слишком низкий уровень изобретательности. Настоящий уровень, крутой уровень изобретательности в бизнесе, это когда ты изобретаешь, комбинируя уже работающие какие-то инструменты, какие-то работающие кусочки, и даешь этому новое качество. Но когда ты не создаешь это с нуля, тебе нужно наладить продажи. Не надо это придумывать. Есть целая куча методик готовых, есть тренеры, есть скрипты и так далее. Купи, внедри на каком-то базовом уровне, получи результаты, а потом уже изобретай. Тебе нужно наладить как-то систему управления в компании. Не пытайся стать гуру менеджмента. Возьми готовые работающие методики, внедри, когда они заработают, ты получишь результат, потом будешь совершенствовать. Что касается этой ошибки, ошибка номер пять. Самый правильный подход – это изучать и применять успешно работающие практики. И тогда, получая результаты от этого, ты получаешь уже какую-то жировую прослойку, какой-то запас прочности, когда ты можешь позволить себе некоторые эксперименты по их улучшению. Но, кстати, если ты смотришь вокруг и ты видишь, что у тебя нет конкурентов, твоя модель супер уникальна, и такого продукта и услуги вообще не существует, вероятность 99,9%, что вообще в этой области и бизнеса нет, и денег нет, и, скорее всего, нет потребителей. Поэтому, если ты в такой ситуации, это повод задуматься.